В условиях жесткой экономии и экономика должна быть жесткой. В прошлом году в Уктыльском районе пошли на уникальный эксперимент. Объединили два уровня муниципальной власти. Раньше была администрация города Вуктыла и администрация Вуктыльского района. Как негативный момент, у сельских поселений практически отсутствовала доходная база. Да и специалистов квалифицированных не хватало. Преобразование в этом году должно сэкономить 23 миллиона рублей. Если получится, автоматически запустится механизм там, где жители до сих пор платят в два кармана. Слово Максиму Васильеву. Оптимизация управления сегодня это, пожалуй, главный внутренний резерв властей на местах. Мысль сократить расходы для большинства муниципальных глав уже приобрела положение идею фикс. Вот только мнение народа в этом вопросе определяющее. Возможную реорганизацию людям нужно, что называется, разживать. Вуктыл идею городского округа вынашивал давно, и референдум пусть и не единогласен, но амбиции города Газовиков подтвердил. И пусть глобальные выводы делать пока еще рано, слишком мало времени прошло с преобразования, инициативность вуктыльцев Сергей Гапликов поддержал. Все, что я сегодня увидел, мне очень понравилось. Сделано достаточно много, в хорошем состоянии. Да, понятно, есть вопросы, есть проблемы, но а где их нет? К сожалению, время такое, но никто же руки опускать не собирается, правда. Чуть-чуть подчистим, подмажем, как говорится, подкрасим. И все будет хорошо. Возможно, единый центр управления не помешал бы сегодня и Сосногорску. Слишком далеко зашел конфликт депутатов городского поселения и мэра Александра Ефремова, год назад отправленного ими в отставку. К скандалу привели взаимные упреки и претензии. Ефремова в итоге назначили едва ли не главным виновником всех бед. Проблемы, которые мы поднимаем на заседаниях Совета, они сегодня не слышатся. Многие жители даже в лицо не знают, кто такой сегодня руководитель администрации городского поселения Сосногорск. То есть не принимает практически никакого участия в общественной жизни. Будь то открытие сквера железнодорожников, будь то юбилейные даты, которые отмечал город. Глава района Дмитрий Киряков, пусть и был в конфликте вроде как сторонним наблюдателем, нашел в нем полезную тенденцию. Чиновников, дескать, так и так сокращать. Решение необходимое, решение важное, решение наболевшее. Передача полномочий, оптимизация расходов на содержание администрации, сокращение численности сотрудников администрации городского поселения. Все это позволит нам решать те проблемы, которые за последние годы не решались городской администрации. Глядя на соседей, очень осторожно говорят о возможных территориальных изменениях в Печоре. Должность мэра здесь фактически убрали еще несколько лет назад. Глава администрации района теперь единственное должностное лицо с обязанностями обоих. Но решения о смене статуса на городской округ пока нет. Говорят, мол, все нужно тщательно просчитать. Андрей Соснора до того, как возглавил район, руководил одним из пяти печерских поселков под названием Путей. Вывел его в экономику из жестких минусов. Теперь намерен поступить так же и с районом. Печерский район был первым, кто пошел по пути объединения в округ. Но в связи с некоторыми событиями, скажем так, пятилетней давности, мы сделали первый шаг – это укропнение поселений. А потом произошли определенные события, этот процесс приостановился. Конечно, идти надо к округу. Почему? Потому что, опять же, правильно сказали, с точки зрения принятия управленческих решений гораздо проще. С точки зрения управляемости территории это все гораздо проще. И, соответственно, у нас мы уходим от дублирования. В масштабах района расходы сократятся однозначно. То есть мы придем к округу, у нас, соответственно, хоть они и на бесплатной основе осуществляют свою деятельность депутаты, но, тем не менее, по закону мы обязаны им определенные выплаты делать, компенсирующих характера. И, тем не менее, затраты все равно несутся на содержание депутатского корпуса определенные. Соответственно, у нас не будет вот этого депутатского корпуса обширного. Почти 30 миллионов рублей свободных денег в местной казни. Об этой цифре говорят сегодня в Печере, вспоминая ликвидацию института мэрства. Почти столько же можно будет вернуть в бюджет после реорганизации в городской округ. Идея заманчивая, но пока не рабочая. Кто из нынешних депутатов городского уровня захочет так просто расстаться со своим креслом?